МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня многие из этих легендарных самолетов можно увидеть в музеях по всему миру. А некоторые до сих пор демонстрируют фигуру высшего пилотажа на различных авиашоу и неизменно приковывают к себе повышенное внимание. Наш рассказ об истребителях Второй мировой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как специализированный тип боевого самолета истребитель сформировался в годы Первой мировой войны. Главной задачей для истребителей стало уничтожение самолетов противника. К второстепенным относятся атака наземных целей и разведка. В середине 30-х основной схемой для подобных машин являлся самолет Биплан. Но уже к началу Второй мировой ситуация изменилась. В истребительной авиации стали доминировать монопланы, причем не только количественно, но и качественно. Отметим, что подобную схему для истребителей использовали и ранее. В 30-е же годы авиационные технологии позволили перейти на новый уровень. Теперь это были не просто монопланы, а свободно несущие монопланы. То есть крыло крепилось к фюзеляжу без использования дополнительных элементов. В результате снижалось сопротивление и росла скорость полета. Итак, подавляющее большинство истребителей Второй мировой являлось свободно несущими монопланами. Другими техническими новшествами стали закрытый фонарь кабины и убирающееся шасси. По типу поршневых моторов истребители того периода можно условно разделить на две группы. Первую составляли машины с моторами воздушного охлаждения, то есть двигатель охлаждался набегающим потоком воздуха. Из-за характерного расположения цилиндров такие моторы еще называют звездообразными. Истребители с подобными моторами имели характерную, несколько притупленную носовую часть. Другую группу составляли истребители с моторами жидкостного охлаждения. В таких двигателях цилиндры располагаются в ряд вдоль продольной оси, поэтому их еще называют рядными. В качестве охлаждающей жидкости используются как вода, так и специальные составы. Форма и габариты рядных моторов позволили сделать носовую часть самолетов более обтекаемой и с меньшим поперечным сечением. У рядных моторов имелось еще одно преимущество. В развале блока цилиндров можно было установить оружие, стреляющее через ось вращения винта. К недостаткам моторов с жидкостным охлаждением можно отнести повышенную уязвимость. В случае повреждения радиатора охлаждающая жидкость вытекала, и мотор выходил из строя. Понятно, что у моторов с воздушным охлаждением такой проблемы не было. Более того, звездообразные двигатели служили своеобразной защитой для летчика, поскольку обладали большим поперечным сечением. Характерной чертой для машин того времени было постоянное наращивание мощности их двигателей. Достигалось это как за счет модернизации имеющихся моторов, так и за счет установки новых. В начале войны мощность большинства моторов составляла 1000 л.с. В конце войны этот показатель превысил отметку 2000. При этом скорость полета истребителей возросла с 500 до 700 км в час. Во время Второй мировой войны большинство истребителей являлось одномоторными. Но были и двухмоторные. Такие машины обладали рядом преимуществом, но специфика выполняемых ими задач не требовала строить их в таком же количестве, как одномоторных собратьев. Скажем, в СССР двухмоторных истребителей практически не было. Исключение составлял П-3, истребительная модификация пикирующего бомбардировщика П-2. Построили всего около 300 машин. Теперь коснемся такого важнейшего аспекта для боевого самолета, как вооружение. На истребителях Второй мировой войны использовались как авиационные пулеметы, так и пушки. Они монтировались либо в крыле, либо в носовой части фюзеляжа. Практиковалось и комбинированное размещение оружия. Для ведения огня через лопасти вращающегося винта требовался синхронизатор. Для атаки наземных целей, помимо стрелково-пушечного вооружения, применялись авиабомбы и реактивные снаряды. Первым серийным истребителем, выполненным по схеме свободно несущего моноплана, стал советский И-16. Машину спроектировали в конструкторском бюро Николая Поликарпова. 30 декабря 1933 года Валерий Чкалов выполнил на опытном экземпляре самолета первый полет. В 1934-м машину приняли на вооружение Красной Армии. Справедливо отметить, что И-16 разрабатывался параллельно с истребителем Бипланом И-15. В то время монопланы еще не заняли ведущую позицию в истребительной авиации. И-16 оснащался двигателем воздушного охлаждения. Изначально его мощность составляла 480 лошадиных сил. Он разгонял истребитель до 360 км в час. На момент своего появления И-16 являлся одним из самых скоростных истребителей. Впоследствии самолет получил силовую установку со взлетной мощностью 1100 лошадиных сил, то есть более чем в два раза больше начальной. При этом скорость возросла до 470 км в час. Что касается стрелково-пушечного вооружения, то, начав с двух крыльевых пулеметов, пришли к вариантам со смешанным вооружением. Два пулемета «ШКАС» и две крыльевые пушки «ШВАК». «ШКАС» — это авиационный пулемет конструкции «Шпитального» и «Комарицкого». Калибр 7,62 мм. «ШВАК» — 20-мм пушка конструкции «Шпитального» и «Владимирова». Эти типы оружия входили в состав вооружения многих советских самолетов. И-16 имел малый запас продольной устойчивости. Для летчиков малой и средней квалификации это было не очень хорошо. Машина не прощала ошибок в пилотировании. Зато для опытных пилотов это было скорее плюсом. Истребитель чутко реагировал на отклонение рулей, что давало преимущество в вертикальном маневре. В целом можно сказать, что для своего времени И-16 был выдающимся самолетом. Он положил начало скоростным истребителям-монопланам во всем мире. Всего выпустили почти 9,5 тысяч этих машин. В середине 30-х у нас ситуация была очень неплохая. То есть мы получили самолеты-истребители нового поколения раньше всех остальных. То, что называют на Западе новой волной. Основными признаками новой волны считают убирающееся шасси, закрытую кабину, схему свободно несущего моноплана и гладкую обшивку. И качественный уровень самолета в середине 30-х был достаточно приличным. И количественно наша авиация была очень велика. И если бы наши ВВС вступили в боевые действия именно в этот период, то, в общем, конечно, ситуация была бы совсем другой, чем в 41-м. Боевое крещение истребители Поликарпова получили за три года до начала Второй мировой. В 36-м, во время гражданской войны в Испании. Советский Союз выступил на стороне республиканского правительства. Гитлер пришел на помощь мятежному генералу Франко. Именно в небе Испании произошли первые в истории воздушные бои между скоростными монопланами. Оппонентом И-16-го стал новейший немецкий истребитель Мессершмитт-109. Согласно Версальскому мирному договору, заключенному после Первой мировой, Германии, как проигравшей стороне, было запрещено выпускать собственное вооружение. Но с приходом к власти нацистов, Версальские ограничения были отброшены. 1 марта 35-го года Гитлер открыто заявил о создании военно-воздушных сил Германии. Стоит отметить, что к тому моменту эти работы уже шли. Правда, тайно. Главнокомандующим Люфтваффе назначили Германа Геринга. Во время Первой мировой он являлся одним из лучших летчиков-истребителей. Если фюрер сказал, что над трудолюбивым народом находится мощь нации, немецкие военно-воздушные силы, это, несомненно, обязывает нас перед фюрером и народом эту мощь поддерживать. Согласно нацистской иерархии, Геринг занимал второе после Гитлера место. Помимо этого, Геринг возглавлял Министерство авиации Третьего рейха. Важную роль в формировании облика Люфтваффе сыграл Эрнст Удетт. Известность он также приобрел во время Первой мировой и был вторым по результативности немецким асом той войны. Начиная с 1936 года, Удетт работал в техническом управлении Министерства авиации, где курировал военно-воздушные силы. В 1939-м его назначили генерал-инспектором Люфтваффе, отвечавшим за проектирование и производство всей авиатехники. У немцев костяк высшего командного состава – это ветераны Первой мировой войны. У нас таких не было практически совсем, потому что они либо эмигрировали, либо погибли в ходе гражданской войны, да еще их основательно еще почистили в ходе чисток. С точки зрения качественной подготовки у немцев высший командный состав АВС, конечно, имел более высокий уровень и больше опыта. Безусловно, Люфтваффе пользовалась многими привилегиями, большими привилегиями в снабжении, то есть денег на них не жалели. Немцы очень быстро наладили массовое производство боевых самолетов, быстро обогнав нас. Мессершмитт-109 разработали на фирме Байриш и Флюкцой Гверке, поэтому полное название машины – Мессершмитт БФ-109. Главный конструктор – Вилли Мессершмитт. Первый опытный экземпляр 109-го поднялся в воздух 28 мая 1935 года. Мессершмитт-109 стал самым массовым истребителем за всю историю авиации. Выпущено 33,5 тысячи машин. Это второй результат среди боевых самолетов. Больше построили только штурмовиков ИУ-2. Впрочем, прежде чем стать одним из самых известных самолетов в мире, Мессершмитт-109 должен был выдержать внутреннюю конкуренцию. На первых порах немецкие военные отдавали предпочтение истребителю Хейнкель-112. Его конструктор Эрнст Хейнкель уже имел на счету боевые самолеты, принятые на вооружение Люфтваффе. Вилли Мессершмитт, напротив, до этого занимался исключительно гражданской тематикой. С другой стороны, созданный им легкий четырехместный БФ-108 обладал хорошими летными характеристиками и имел передовые атрибуты того времени. Многие технические решения, реализованные на БФ-108, перенесли и на 109-й. В Мюнхенском техническом музее эти машины стоят рядом, и определенная схожесть между ними, безусловно, просматривается. В феврале 1936 года между новыми творениями Хейнкеля и Мессершмитта решили провести сравнительные испытания. В результате Мессершмитт-109 признали лучшим. Именно его и приняли на вооружение Люфтваффе. С 1936 года Мессершмитт-109 стал основным истребителем Люфтваффе. Я много разговаривал с летчиками, летавшими на 109-м. Они в один голос восторгались его летными характеристиками. Впрочем, многие дружно порицали его за узкую колею шасси, из-за которой была масса аварий и катастроф на взлете и посадке, особенно среди курсантов. Да и бывалые летчики испытывали трудности на взлете и посадке с боковых ветром. Эту проблему до конца так и не решили. Но в целом это был прекрасный смолёт. 109-й имел мотор жидкостного охлаждения. На первом экземпляре стоял двигатель английского производства. В серию истребитель был запущен с немецким двигателем ЮМО. Первые модификации вооружались двумя, а затем четырьмя крыльевыми пулемётами МГ-17. Их калибр 7,92 мм. Боевой путь 109-й также начал в Испании. В 1937 году первые серийные машины были направлены на фронт для перевооружения немецкого авиационного легиона «Кондор». К тому моменту устаревшие бипланные «Хенкель-51» проигрывали истребителям Поликарпова. Воздушные схватки показали, что по боевой эффективности И-16, и Мессершмитт-109 оказались близки. И успех часто зависел от искусства лётчика и тактики ведения боя. Вначале Мессершмитт не был такой удачной машиной, которая и стал позже. Ведь проблема была в том, что у немцев не было достаточно мощного двигателя для такой машины. То, что они сначала ставили двигатель ЮМО, не давало им необходимой тяги вооружённости. Только когда они перешли на двигатель «Даймлер-Бенц», они смогли обеспечить этому самолёту достойные характеристики. В 1939 году в Испании появилась модификация 109-го с индексом Е. Она получила прозвище «Эмиль». До этого в небе Испании воевали Берта, Цезарь и Дора. На модификации Е установили мотор «Даймлер-Бенц-601». Его мощность составляла 1100 лошадиных сил. Максимальная скорость самолёта возросла с 460 до 550 км в час. Значительно улучшились и другие характеристики машины. Впрочем, «Эмильям» не удалось в полной мере проявить себя в Испании. В апреле 1939-го война в этой стране закончилась. Но пищу для размышления все заинтересованные стороны, безусловно, получили. А Германия стала готовиться к куда более масштабным боевым действиям. Они получили колоссальный боевой опыт. Они обучили огромное количество людей. Ведь у них же, так же как у нас, собственно говоря, личный состав там пребывал методом ротации. Полетали, повоевали, обучились. Оставили стариков какое-то количество, прислали молодых. И так они делали постоянно. Другое дело, что у нас потом многие из тех, кто вернулся, потом попал как раз под волну репрессий. А немцы с этот золотой фонд сохранили. К осени 1939-го года в состав Люфтваффе входило 4 воздушных флота. Общая численность самолетов чуть более 4 тысяч. Четверть из них составляли истребители «Мессершмитт-109». Машина постоянно совершенствовалась. Появились варианты, вооруженные не только пулеметами, но и 20-миллиметровыми пушками. К началу Второй мировой войны «Мессершмитт-109Е» по своим боевым качествам не имел себе равных. «Мессершмитт сделал очень много выводов для себя о том, какая будет война, как надо строить самолеты. Он совершенствовал свою машину в тесном контакте с ведущими летчиками. В частности, с Вернером Эльдерсом, который по итогам Испанской войны был лучшим асом и, по немецким данным, одержал там 14 побед. Таким образом, к началу Второй мировой войны в сточительной степени истребительная авиация Германии это уже была истребительная авиация «Мессершмитта». Другим основным типом истребителей Люфтваффе на тот момент являлся двухмоторный «Мессершмитт-БР-110». Главным образом его создали для завоевания превосходства в воздухе над территорией противника. Боевой радиус действия позволял сопровождать бомбардировщики глубоко в тыл врага. Дальность полета составляла одну тысячу километров. В состав экипажа входило два человека — пилот и стрелок-радист. Габариты машины дали возможность оснастить ее довольно мощным стрелково-пушечным вооружением. Две пушки, четыре пулемета и еще один подвижный пулемет в кабине стрелка-радиста. Забегая вперед, отметим, что с началом боевых действий выявилась недостаточная маневренность самолета. Тяжелая, почти семитонная машина проигрывала в воздушных боях одномоторным истребителям. Со временем 110-й стали использовать как истребитель ПВО, в первую очередь для борьбы с бомбардировщиком. Также «Мессершмитт-110» применялся для атаки наземных целей. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия вторглась на территорию Польши. Польские военно-воздушные силы не имели современных машин и не смогли оказать серьезного сопротивления. Кстати, первая воздушная победа во Второй мировой была одержана на «Мессершмитте-110». Захватив Польшу, Гитлер взял паузу. Активные боевые действия продолжились через полгода, весной 40-го. После оккупации ряда европейских государств вермахт сконцентрировал свои усилия на Франции. Самым совершенным французским истребителем являлся «Девуатин-520». По своим характеристикам, близкий к «Мессершмитту-109». Впрочем, таких машин успели построить немного, и погоды, как говорится, они не делали. Наиболее же массовым был «Моран Солнье-406». Но он значительно уступал немецким самолетам. Сказывалось и превосходство летчиков Люфтваффе в подготовке и тактике. В небе Франции германские истребители впервые встретились с британскими машинами «Харикейн» и «Спитфайр». Великобритания одной из первых объявила войну Германии и перебросила через «Ла-Манш» свои экспедиционные силы. Помогло это не сильно. Набирающая ход немецкая военная машина буквально лавиной катила по Европе, сметая все на своем пути. В результате британские войска оказались зажаты на побережье у французского города Дюнкерк и были вынуждены спешно эвакуироваться обратно на острова. Но почувствовать силу королевских ВВС Великобритании немецкие летчики все же успели. Первым британским истребителем нового поколения стал «Харикейн» в переводе на русский «Ураган». Самолет был спроектирован «Сиднеем Кэмом» на фирме «Хоукер» и впервые поднялся в воздух 6 ноября 1935 года. В 1937 он поступил на вооружение. Самолет оснащался двигателем «Мерлин» производства компании «Роллс-Ройс». Это был мотор жидкостного охлаждения. «Мерлин» оказался вполне удачным двигателем. Его устанавливали на основные типы боевых самолетов королевских ВВС. Но для «Харикейна» его мощности не вполне хватало. Дело в том, что машина получилась почти на полтонны тяжелее Мессершмитта 109. Да и в плане аэродинамики британский истребитель был менее совершенен. По скорости полета и скороподъемности «Харикейн» уступал 109-му. В то же время британские конструкторы снабдили свой самолет крылом большой площади. Таким образом, у «Харикейна» удельная нагрузка на крыло была меньше, и он энергичнее выполнял вираж в горизонтальной плоскости. В целом, по совокупности и характеристик, немецкая машина превосходила английскую. «Харикейн» – машина переходная во всех отношениях. И в отношениях своих пилотажных качеств, и в технологическом отношении. То есть это моноплан, сделанный по технологии старого биплана. Они фактически в значительной мере использовали конструкцию биплана «Фьюри». Ну, во-первых, чтобы обеспечить быстрое развертывание производства. Во-вторых, у них, так же, как и у нас, и у немцев, шел быстрый рост ВВС. Количественный. И дать людям машину, скажем, типа нашего И-16, который рассчитан на летчика с очень высоким уровнем подготовки, они не рискнули. Изначально вооружение «Харикейна» состояло из восьми крыльевых пулеметов «Браунинг», по четыре на каждую консоль. Обратите внимание, места установки пулеметов заклеены. Так делали и во время войны. Это защищало оружие от попадания пыли и грязи на взлете и не портило аэродинамику крыла. Когда же самолет вступал в бой, эта защита прорывалась первым же выстрелом. Три пулемета снаряжались обычными патронами, три — зажигательными, два — бронебойными. Калибр оружия 7,69 мм. Модификация с индексом 2Б имела уже не 8, а 12 пулеметов. Самый массовый вариант «Харикейн-2С» вооружался четырьмя 20-мм пушками. Еще одна деталь. Для посадки в кабину летчик использовал выдвижную подножку, которая находилась на левом борту самолета. В Брюссельском военном музее представлен воздушный винт «Харикейна», сбитого в 1940 году. Так вот, установить тип сильно поврежденной машины удалось как раз по этой подножке. Всего построили свыше 14 тысяч «Харикейнов». Для подстраховки часть производства организовали в Канаде, подальше от неспокойной Европы. За океаном изготовили десятую часть всех машин. Перед нами один из таких самолетов. Самолет принадлежит коллекции исторических самолетов, которые находятся в Дагсфорде, Великобритании. Это оригинальный самолет. Он построен в 1942 году в Канаде. В ходе Второй мировой он служил в канадских ВВС. Там он был снят с вооружения в 1947 году, а затем служил в качестве учебного самолета. «Харикейн» был хорош в определенных аспектах. Он очень хорошо управлялся на неподготовленных грунтовых аэродромах. У него очень крепкая, стабильная стрелково-пушечная установка. Но так как это довольно большой и тяжелый самолет, ему подчас не хватало мощности, чтобы превосходить своих конкурентов того времени. Думаю, что «Харикейн» способен был за себя постоять. В том смысле, что если пилот «Харикейна» заранее увидит приближающийся мессер, то он сможет от него увернуться за счет лучшей маневренности. Но если пилот не увидит приближающийся мессер Шмидт... Вторым скоростным монопланом, поступившим на вооружение королевских ВВС, стал «Спидфайр». Самолет спроектировали на фирме «Супермарин». Главный конструктор — Реджинальд Митчелл. Интересно, что Митчеллу не нравилось название, которое присвоили истребителю военные. «Спидфайр» в переводе означает «злюка» или «вспыльчивый». В 20-е годы компания «Супермарин» заслужила признание как создатель скоростных гидросамолетов. Машины неоднократно принимали участие в очень популярных на тот момент шнейдеровских гонках и часто побеждали в них. Так что опыт создания скоростных самолетов у Реджинальда Митчелла накопился немалый. Первый полет «Спидфайр» совершил 5 марта 1936 года. Аэродинамика «Спидфайра» была более совершенной по сравнению с «Харикейном». Крыло характерной эллиптической формы с относительно малой толщиной обеспечило машине меньшее сопротивление и высокий коэффициент подъемной силы. Если сравнивать «Спидфайр» с «Мессершмиттом-109», то это были два достойных друг друга противника. Их противостояние продолжалось практически в течение всей войны. Впервые «Спидфайры» встретились с «Мессершмиттами» в мае 40-го. Произошло это в небе над Дюнкерком, когда английские истребители прикрывали эвакуацию экспедиционных сил обратно в Британию. Теперь пилоты Люфтваффе уже не чувствовали себя столь безнаказанно и не смогли воспрепятствовать массовой переправке войск. После того, как немецкие войска захватили Францию, главной целью для Гитлера стали Британские острова. Летчикам Люфтваффе предписывалось завоевать господство в небе, обеспечив тем самым благоприятные условия для высадки войск. Активная стадия операции началась в середине августа 40-го года. Это воздушное сражение известно как «Битва за Британию». Оно длилось около трех месяцев и стало одним из самых крупных во время Второй мировой войны. Противоборствующие стороны по-разному оценили результаты этой битвы. Но факт остается фактом. Гитлер отказался от планов высадки войск в Британию, поскольку потери немецкой авиации были существенными и превысили полторы тысячи самолетов. Надо сказать, что англичане действовали в общем в достаточно льготных условиях. Они действовали над своей территорией, близко от аэродромов, в ремонтные мастерские, заводы, все рядом. Если немцы летали из Франции, из Голландии, из Германии, из Норвегии, а он придется, сожжет горючее, устанет, и тут его начинают лупить. Именно во время битвы за Британию выявилась несостоятельность двухмоторного мессершмитта 110 как воздушного бойца. В то же время одномоторный 109-й обладал меньшей дальностью полета и не мог сопровождать бомбардировщики вглубь территории противника. Более того, на ведение воздушного боя отводилось не более 20 минут. В противном случае не хватило бы топлива на обратный путь через Ла-Манш. Ни о каком завоевании господства в воздухе в таких условиях говорить не приходилось. Это не только для истребителей, это вообще для войны, можно сказать, очень важный момент. Немцам первый раз сдали по носу, по-настоящему, когда они понесли огромные потери, и материальные, и в людях. И, собственно говоря, действительно ведь сорвали планы высадки. И две великие державы первый раз сцепились по-настоящему, как говорится, упершись рогами. Англичанам деваться уже было некогда, и они делали все, что могли. Это у них предмет национальной гордости до сих пор. К началу битвы за Британию большую часть истребительной авиации королевских ВВС составляли харикейны. Чтобы свести к минимуму боевые потери, англичане стали применять специальную тактику. Более совершенные спидфайры завязывали бой с немецкими истребителями, и тем самым давали возможность харикейнам уничтожать бомбардировщики. Для харикейнов битва за Британию стала звездным часом. На их счету 57% всех сбитых немецких самолетов. В последующем харикейны стали переводить на второстепенные театры военных действий. При базировании в Северной Африке и на Ближнем Востоке самолеты оборудовали противопыльными или, как их еще называли, тропическими фильтрами. Теперь вернемся к спидфайру. Для Великобритании эта машина стала таким же символом победы, как для Советского Союза танк Т-34 или штурмовик Ил-2. По мнению многих специалистов, это один из лучших истребителей Второй мировой и лучший британский истребитель той войны. Прекрасная аэродинамика, хороший двигатель, мощное вооружение. Ну и самолет был очень технологичен. Ведь англичане создали целую систему рассеянного производства. Чтобы противостоять уничтожению заводов немецкими авианалетами, было задействовано множество небольших заводиков, которые стали делать детали. Эти детали поступали на предприятие покрупнее, где их собирали в узлы. А дальше из этих узлов велась сборка. То есть машина удачная в смысле летных данных, с достаточно сильным вооружением, технологически хорошо приспособленная к массовому производству. «Спидфайр» обладал высоким потенциалом для развития. И на его примере наиболее полно можно проследить эволюцию одномоторного истребителя Второй мировой войны. Начнем с вооружения. Во время битвы за Британию «Спидфайр», как и его коллега Харри Кейн, вооружался только пулеметами. Их калибр 7,69 мм. Это так называемый винтовочный, то есть небольшой калибр. Зачастую, чтобы сбить бомбардировщик, приходилось использовать весь боекомплект всех восьми пулеметов. И даже это не гарантировало победу, поскольку немецкие машины имели бронезащиту и протектированные топливные баки. К слову, мессершмитты к тому моменту уже имели пушечное вооружение. Даже несколько попаданий из пушки могли нанести самолету противника куда больше урон, чем пулеметная очередь. Вооружение «Спидфайра» также усилили. Появились модификации со смешанным вооружением. Четыре пулемета винтовочного калибра и две 20-мм пушки. Либо две пушки и два крупнокалиберных пулемета. Ближе к концу войны разработали и чисто пушечный вариант. «Спидфайры» различались не только по вооружению, но и по типу крыла. Например, высотные варианты имели удлиненное крыло. У машин, оптимизированных для борьбы на малых высотах, консоли, напротив, были укорочены. Одним из важных факторов для истребителя является обзор из кабины. В процессе развития «Спидфайр» получил фонарь каплевидной формы. Он несколько выступал над фюзеляжем, что позволяло пилоту лучше видеть окружающую обстановку. Большая часть «Спидфайров» выпускалась с моторами «Мерлин». С 1943 года на истребителе начали устанавливать двигатель «Грифон», мощность которого в результате довели до 2050 лошадиных сил. Чтобы более эффективно использовать возрастающую мощность мотора, количество лопастей воздушного винта постепенно увеличили с 2 до 5. Стоит отметить, что и другие, даже незначительные на первый взгляд доработки, в сумме давали существенное улучшение аэродинамики и заметный прирост скорости. Например, более качественная отделка внешней поверхности самолета позволила увеличить скорость на 14 км в час. Убирание в полёте хвостового колеса прибавило ещё 8. Изменение форм антенны и обтекателя зеркала заднего вида – 2,5. И это далеко не полный список, обеспечивший в итоге прибавку в 63 км. К концу войны максимальная скорость «Спидфайра» составляла 720 км в час. Это один из лучших показателей для поршневых истребителей, принимавших участие в боевых действиях. К тому же «Спидфайр» был самым высотным. Его специальные модификации имели потолок более 13 тысяч метров. «Спидфайр» выпускался также в варианте истребителя-бомбардировщика и истребителя-разведчика. Первый мог нести до 450 кг бомб. Второй оборудовался фотоаппаратами. Всего построили свыше 22 тысяч «Спидфайров» различных модификаций. Среди них – 2300 самолётов в варианте палубного истребителя. На «Спидфайре» воевал самый результативный английский ас Джонни Джонсон. На его счету, по разным данным, от 34 до 38 подтверждённых воздушных побед. «Спидфайр» как воздушный боец развивался в течение всей войны. А тогда, в 40-м, во время битвы за Британию, всё только начиналось. Да, это ещё не был перелом в войне, но первый серьёзный отпор фашистская Германия получила. И важную роль в этом сыграли истребители британских ВВС. По большому счёту, именно истребительная авиация спасла «Туманный Альбион» от катастрофы. Маховик же войны постепенно раскручивался, увлекая за собой всё новые и новые страны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»